ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ До недавнего времени возможности держать где-либо агрессивных животных пожизненно в Хакасии не было. Специализированный приют появился у Бакани примерно 4 месяца назад, в начале июля. Его организатор Максим Давыдкин, кинолог по специальности, видит агрессивных собак, что называется, невооруженным глазом. Животное, которое попадает с неволи, которое было голодное, животное попадает в приют в комфортные условия. Понятно, что на первом этапе собака не проявляет свою агрессию, но агрессия происходит где-то на 5-7 день. Она прям явно начинает, видно, пока собака отоспалась, отъелась. По этим животным то же самое видно, что сбивают в стаю, так же они проявляют агрессию, их необходимо ограничить. Но основной признак определения, наверное, агрессивности не самой комиссии, это все-таки жалобы жителей города Абакана о том, что собака проявляла агрессию и несла угрозу для граждан города Абакана. То есть в отношении этих собак они останутся здесь, да? Они остаются в приюте, остаются в приюте и органы муниципальной власти, они будут также наблюдать вместе с нами за данными собаками. В настоящее время этот приют является постоянным местом жительства для почти трех десятков собак. Сегодня к ним присоединились еще три. Мы обратили внимание, что здесь постоянно играет музыка. Кинолог объяснил, что ее выключают только в ночное время, это своего рода воспитательный момент. Собаки к ней привыкают и меньше лают. Собаки успокаиваются, привыкают к режиму питания, к тому, что здесь тепло и все свои, и становятся менее агрессивны. Но в другой, более неблагоприятной среде они вновь смогут проявить агрессию. Поэтому для безопасности людей свободу собак ограничивают. В приюте одновременно могут содержаться до полутысячи животных, но пока их менее полусотни. Ну а новичкам предстоит привыкать к новым условиям своей собачьей жизни.